Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдет о маленькой книжке Елены Литвяк. Это, значит, у нас серия, история изобретений и открытий. Немножко другое оформление, чем те книги, которые я чаще всего показывал у себя в блоге прошлые годы. Это издательство Настя и Никита. Я надеюсь, что вы хорошо знаете это издательство. Небольшие по объему, недорогие, да, великолепные, на самом деле, поскольку. Содержанию книги, которые охватывают едва ли не все аспекты, значит, просветительского и научно-популярного чтения для детей, особенно для младшего школьного возраста, такой сложный тоже адрес читательский. Вот, по всем вопросам. Техника, природа, значит, развитие истории человечества и так далее. И вот, наконец, финикийцы, да, придумавшие буквы и прозрачное стекло. В общем-то, самое главное вынесено в подзаголовок, да. Финикийцы – это народ, о котором нам известно не так много, но гораздо больше, чем о других бесписьменных культурах примерно той же эпохи. Это очень древний народ. От них, они сошли со сцены, значит, задолго до походов Александра Македонского. Они уже были на вторых ролях, постепенно угасала их цивилизация, да. Но Александр Македонский, как правильно совершенно пишет автор книги, добил, значит, эту культуру, вот, взявши штурмом старейшие города, значит, очаги культуры финикийского языка. Это, соответственно, Бибел, Сидон, Тир. И вот эти города, которые сейчас находятся на территории нескольких государств, в том числе Ливана, Израиля, они явились таким вот очагом, или, значит, источником семян, которые рассеялись по всему Средиземноморью и за его пределами. Ведь финикийцы были одними из первых мореплавателей, которые, значит, вышли за Геркулесовые столбы и оказались первыми исследователями африканского, допустим, побережья, да. Это чрезвычайно важно, потому что в конце книги приводится, вообще, книга очень насыщена фактами, здесь много интересного. Не думайте, что вы про алфавит быстренько прочитаете, стекло с детьми, и всё. Например, я совершенно не знал то, что подвиг, на самом деле настоящий подвиг Тура Хиардава, значит, и мы можем гордиться участием нашего соотечественника Генриха Сенкевича, значит, в его походах, подвиг Тура Хиардава, который на своей соломенной воде Ра переплыл в Атлантический океан дважды, повторяю, да, просто Атлантический океан на воде, построенный, значит, по древним технологиям. Без использования какой-нибудь астрономической, компьютерной, там, не знаю, там, современной техники, вот, в мореплавании, в навигации, во всех делах. Более того, с запасом продуктов, изготовленных, это сушёные финики, это мёд в горшках глиняных, это в глиняной запечатанной посуде, значит, вяленое мясо и так далее, да, используя только продукты, которые могли использовать древние мореплаватели. Вот, чтобы не придраться было, чтобы нельзя было опровергнуть его теорию о том, что были, были межконтинентальные контакты, значит, в древнюю эпоху. Вот эта знаменитая его книга, значит, Ра, называлась «Бог Солнца», в переводе с египетского называлась его «Ладья». Так вот, оказывается, в 2000-х годах повторили подвиг Ердава, только проплыли чуть короче всё Средиземноморье и побережье Африки. Но, учитывая, какие сложные там условия, да, навигационные, потому что это каботажное плавание вдоль берега, вот, и погодные, то я думаю, что это было не менее трудно, чем... И точно так же скрупулёзно воспроизводя технологии, значит, древних финикийцев. А что ещё можно сказать про финикийцев? Ну, это родоначальники Карфагена. Здесь эта тема затрагивается совсем немножко поверхностно, даже не упоминается, что войны между Римом и Карфагеном назывались пуническими, ну, потому что невозможно ребёнку в голову загрузить все те слова и требования, и понятия, которые связаны с тем или с той или иной темой исторической, да, периодом, да. Зато даётся сразу три версии происхождения слова топонима, значит, финикея, да, и этнонима, финикийцы. Ну, во-первых, у нас есть попу-птица Феникс, во-вторых, это страна пурпура, это были те самые люди, которые изобрели технологию производства пурпурного цвета. Фантастически дорогой, я не знаю, как автор переводил, из каких источников взяла экономический расчёт, но охотно верю, что это было непросто, и что, в общем, не надо снисходительно об этом говорить. Если посчитать, то сейчас, вот, значит, крохотное количество этого красителя пурпурного, да, стоило бы 60 тысяч долларов на наши деньги. Вот так вот, значит, в современной валюте. Здесь были фантастически дорогие ткани. Это красный с синим смешиваем или с фиолетовым получаем такой вот пурпур, да. Недаром пурпур считался царским цветом. Его носили только цари-жрецы и самые богатые, богатейшие, я бы сказал, жители древнего мира. Вот, значит, соответственно, попа. Ну и древняя, это, конечно, третья версия, это фениху, значит, что переводится с древнеегипетского строителя кораблей. Вот это была бы идеальная версия происхождения этнонима, но, к сожалению, мы очень плохо знаем, как произносились древнеегипетские слова. Потому что с какой-то определенной эпохи у нас есть фонетические расшифровки, да, как тот или иной роль вчитаться. А в древности это все сплошь реконструкция. То есть, ну, как бы не с потолка взятые, да, но вы понимаете, там могут быть очень сильные расхождения между отдельными лингвистами, да. И, в общем, вот три таких версии, откуда произошло таинственное слово финикийцы. Однако вернемся к Карфагену. О Карфагене, конечно, рассказано в главке отдельной, которая называется «Карфаген должен быть разрушен». Но надо отдать должное автору, который с необычайной смелостью, напоминаю, книга предназначена для младшего школьного возраста, говорит и о темных сторонах прошлого. О том, что, например, финикийцы были одними из главных рабовладельцев, работорговцев, да, древнего мира. Вот так вот страсть к изобретательству, значит, отвага и другие дарования сочетались в них с теми вещами, которые мы давным-давно заклеймели как, ну, совершенно никуда не годные черты прошлого, да. И, в общем, это такие мрачные страницы, да. Ну и, конечно, страшные боги финикийцев. Надо сказать, что Ваал и Астарта, о которых здесь сказано вполне честно, да, приносились им жертвоприношения человеческие. И вот суть-то прогресса в чем? Карфегинини делали это в древности, в древние эпохи города, сплошь и рядом, да, то есть там находились целые кладбища, значит, с детскими скелетиками, да, якобы это были детские жертвоприношения. Вообще детская смертность в древности была страшная, повальная, от нее не убережен был никто абсолютно, включая самых богатых и знатных людей, которые могли, казалось бы, себе обеспечить и санитарные условия, и медицинский уход. Отсюда может быть и знаменитая легенда библейской о казни первенцев, да, вот. Но в любом случае дыма без огня бывает очень редко по народной поговорке. Несомненно, в Карфагене приносились человеческие жертвоприношения, возможно, и детские тоже. И тем более, что жизнь ребенка в древности ценилась совсем младенца, совсем недорого, что называется. Вот. И когда мы читаем знаменитую трагедию греческую «Ифигения» в Авлиде, да, мы потрясены, как и современники, написания этого текста. Нам кажется, это такой чудовищной просьбой со стороны подземных богов, да, что вот в дар подземным богам будет принесена «Ифигения», да, что нам просто кажется невероятным злодеянием то, что сотворил Агаменный. Отплатываем буквально 3-4 столетия назад, да, в прошлое, плевое дело. Сколько угодно. Сколько там уже детей в жертву принести? Это, понимаете, в чем дело? Это и есть прогресс. Стоимость человеческой жизни, ценность ее, невообразимая, значит, неодолимая сила эмпатии, которая заставляет, ведь люди же перешагивали через самое святое. Такие жертвы, ну, человеческие, приносились только в момент страшнейших испытаний, когда гибель грозила целому городу, например, да. Тем не менее, люди отказались от этого, стремясь умилостивить страшных, непонятных, там, могучих богов другими способами. В этом есть тоже своеобразная героика. Ну и, в общем, прогресс налицо. Итак, разобравшись с мрачными страницами, значит, истории, рассказ о финикийцах продолжается повествованием о технологии и знании. Очень много места посвящено именно плаванию, кораблям, как они строились. Отмечена экологическая проблема, да, катастрофа, случившаяся в древности, когда ливанский кедр был вырублен почти под ноль. И не только в самом Ливане, но и во всех окрестных. Уж очень удобное дерево. Видите ли, оно пластично, а под воздействием морской воды затвердевает. Это известное явление, не только кедр так себя ведет, но водка становится, корабль становится очень прочным, да, а при этом изготавливать его легко. Имеется в виду не долбленка, да, которая из цельного ствола делалась, а именно вот дощатый корабль, прообраз будущих триер и галер, которыми пользовались уже древние греки. Ну вот, пропорная краска из моллюсков, алфавит. Алфавит очень подробно пересказан, да, действительно. Именно на основе финикийского алфавита. Хитрые греки, добавив туда гласные, потом сделали свой алфавит. Если сильно спрямлять и упрощать для детей весь процесс. Процесс очень сложный, интересный, и там можно отдельную лекцию про него прочитать. В целом, я считаю, что книжка написана очень доступно, очень понятно, очень аккуратно, именно так, как нужно знакомить детей, приводя их первый раз в Пушинский музей, в залы, значит, посвященные Шумеру, Двуречью, Египту и греческим древностям. Или рассказывая им в первый раз о давней-давней истории человечества, скрытой вот на этих страницах. Спасибо за внимание.